Считаю ли я себя философом современности? Нет, позабавил этот вопрос. Да. Философ современности. Это я для Адаватарки, мне понравился этот вопрос. Я назову так эфир, философ современности. Такая морда будет. Поеду ли я на концерт в Сихею в Москве? Нет. Нет. Зачем? Я не езжу на концерты. Концерты едут ко мне. Поэтому если в Сихею выступят в бумажной фабрике, а они уже выступали там. Ты на войну поедешь, ты же Кремень. Ты езжай на войну. Зачем? Смешной такой, блядь, очень. Что делать, если мой ум постоянно ищет какие-то ориентировки? Я так что ответил на этот вопрос. Ответ уже был. Скорее всего, уже ничего интересного мы с вами не обсудим, поскольку я уже рассказал очень интересно, исчерпывающе. Владимир, как принять себя, если я жуткий распизде, и все мне об этом говорят? Ну, прислушайся ко всем. Может быть, они правду говорят? Может быть, стоит попробовать? Они же предлагают какие-то варианты, наверное? Если нет, ну спроси у них, что вы мне определили. Вы распиздяй, предложите, как мне от этого избавиться. Пошутил насчет войны? Окей, принимаю. Ну, просто такая шутка, знаешь, так себе. Очень часто так шутится. Не, а фильм замысел смотреть не смог. Я не могу смотреть на таких артистов. Ну, может, там и есть что-то, но, блядь. Не могу такое видеть. О чем я желаю? О чем ты желаешь? О чем ты желаешь? Жалеешь, наверное? А, у меня зрение плохое, извини. О чем ты жалеешь? Обо всем. Жалею, что сейчас вышел в этот эфир. Жалею, что с вами делюсь сокровенным, а вы такие, блядь, мне подъебываете. Все, о чем я жалею, меня не ебет. Вот я на такие вопросы обычно так отвечаю. Все, о чем я жалею, меня не ебет. Хочу впервые попробовать гриб, как лучше это делать. Осознать, что все, что ты хочешь, тебе не должно ебать. Понятно? Поэтому избавляйся, потому что и твой ум тебя наебывает. Он все время меня перебирает, в чем бы тебе твою важность повысить. Вот пришла к тебе идея. Хочу попробовать гриб. Все, вот это хочу, это верный признак того, что тебе этого делать не надо. Все, принял? Какие самые лучшие грибы? Самые лучшие? Самые красивые? Веселка, я думаю, самый красивый гриб. Как растет веселка, посмотри. Веселка, замечательный гриб. Возможно ли быть готовым к смерти? Да. Грибы лечат одиночество, куечество. Очки нормальные. Сейчас заказал все за 130 тысяч. Через месяц только придут. Киздец. Измеряли меня там часа два. Да, выключили. А? Меня выключили. Что вы? Такое измерение. А, да. Два часа поездили у нас так и сяк. Крутили меня ее вверх ногами. По 56 тысяч за одну линзу. И оправа. 20 что ли? Сколько? 15. Ну не эти. Эти так, за пятнашку. Надо было сразу сделать такие очки. Ну посмотрим на самом деле. Но они охуенные. Увидеть. Через месяц только. Новые запреты, это новые возможности. Можно и так распаковать. Я говорю, распаковать можно как хочешь. Как хочешь. Лишь бы тебе было интересно в этой жизни. Потому что все, что интересно, это зависит от тебя. А не от того, что тебе стало интересно. Вот тебе запретили что-то. Вот распаковывай это событие, чтобы тебе было интересно. И оно будет так. Как ты это распакуешь? Как ты это создашь? Что у меня-то спрашивать-то? У меня может, да, вот это спросить. Типа, как жить? Все, что с тобой происходит, распаковывай в свою пользу. Все события в этой жизни распаковывай для себя. Как для себя. А не так, как будто это против тебя. Как будто что-то с тобой борется. Что-то тебя хочет. Претендует. Посягает на твою свободу. Жизнь. Здоровье. Распаковывай это обратно. Поэтому вот об этом-то и речь. Об этом мы с вами и разговариваем. Что все. Как стать счастливым. Чтобы все то, что вам мешает в этой жизни, вы можете распаковать в обратную сторону. Так оно устроено. Она жизнь ждет, когда вы это обнаружите. Когда вы вдруг увидите вот этот феномен жизни. Это может произойти через 10, 20, 30, 100 лет. Если доживете до 100. И вдруг перед смертью вы увидели это. И это будет волшебство, которое перекроет всю вашу несчастную жизнь. Один миг этого волшебства будет стоить того увидеть. Если вы увидите, это так. Даже если вся ваша жизнь несчастная. Один миг этого волшебного озарения. Где вы увидите, что все на самом деле было не так. Отчаяния не будет. Наоборот, только счастье, радость. Оно в мгновении. В мгновении счастья перекрывает. 100 жизней несчастных. Нужно ли вытаскивать близкого человека из мира иллюзий? А как ты его вытащишь? Свою иллюзию в очередную. Все, иллюзия. Чем тебе иллюзия не нравится? Чем тебе иллюзия не угодила? Она на то и иллюзия, что ты ее можешь как угодно, эту иллюзию разворачивать. В чем принцип жизни? В том, что она иллюзорная. Ты можешь ее развернуть как угодно. Как во сне. Как пластилин. Соя. Что будет делать в берцах? Иди нахуй. Уебок, мы о высоком говорим. Ты о берцах. Ну распакуй свои берцы, пидор. Что ты мне про берцы-то? Мухомору искать в лесах. В лесах. Что хочешь, то ищи. Берцы. Извиняюсь. Слушай, ебта. Слушай, раскрою локаторы. И слушай. Интересные вещи, блин. Владимир, скажите, ровно один. Главное, абсолютно истинно. Вот только что сказал тебе мало, тебе мало. Только что рассказал тебе мало. Еще одну истину хочешь. Слышишь, как в какой-то беде, чувак. Вот это услышишь, это истина. Ты в беде. Потому что даже невзирая на то, что я сейчас распаковал несколько опуительных тем, ты еще хочешь какую-то одну истину. Представляешь? Пизда какая тебе настала. А еще одну. А еще хочу. А еще хочу. Вот тебе сто. Еще хочу. Вот тебе миллион. Еще одну хочу. На. А еще можно? Можно. До бесконечности. А ты застрял в этом. Хочу. Потому что первично не то, чего ты хочешь, а первично то, что ты хочешь. твое хотение первично, дружок, в этом беда. Я живу с девушкой уже год, она совсем перестала хотеть заниматься сексом. Что делать? Другую найди. Другую найди. С другой позанимайся. Ты же все равно не с ней занимаешься сексом. Поэтому она и перестала с тобой хотеть. Ты ее не уважаешь, она и... Все. Никакого у вас взаимодействия нет. Никакого интереса. Вас ничего не связывает. Поэтому и секс ей отпостылил с тобой. В общем, волшебство. Жизнь – это волшебство, которое вы должны обнаружить. Ну, может, не должны. Но у нас есть такая возможность. Потому что волшебство – оно абсолютно все. И то, откуда вы пришли в эту жизнь, и в этой жизни вдруг то, откуда вы пришли, скрыто. А оно все едино. Вот эта жизнь, она без начала и конца. И вдруг здесь пинька скрылась. И вам кажется, что вот все плохо. Вот мы раскрыли, опять хорошо. Правда? Ну, жизнь – это игра. Игра. Жизнь – это игра. Вот такая. То скрыто, то открыто. То заснули, то проснулись. Заснули, проснулись. Понятно? Понятно. Это я говорю, я – философ современности. Я так могу, потому что у меня зубы сточились. Откуда у меня такие познания? Зубы сточились. Здесь грыз на гранит познания. Оттуда и познания. Ответьте, пожалуйста, как начать интересоваться другими людьми и перестать быть одинокой. Просто начинай все. Не задавай вопрос. Перекрати бля-блякать. И начинай интересоваться. Просто смотри на другого и ищи интерес. Пытайся обнаружить. Пытайся у себя осознать. О чем ты думаешь в этот момент? О себе как ты смотришь на него? Или действительно тебе? Вот у себя работа. Это практика. Это многолетняя практика. Начинай ее. Прямо сейчас. И лет через 10 научишься. Другим в этой жизни заниматься не интересно. Ну, это ты поймешь. Когда надрочишься, выдрочишь все там. Уже поймешь. Надо начать интересоваться этим миром. Видеть его. Замечать. А не только быть сконцентрированным на своих ощущениях, которые ущемили. Подарили тебе эту самую, как ее, фобию и детскую травму. И вот ты на эту детскую травму смотришь. И никак не можешь заметить, что происходит вокруг. Смотри на эту травму детскую. А потихоньку надо просыпаться. И смотреть. Оказывается, и не было никакой детской травмы. Это просто ху. И-ю-ю. Вау. Вот так оно. Потихонечку выбираться из этого аттракциона. В котором вы застряли. Потому что это смысл этого аттракциона. Чтобы застрять. Застрять и выбраться. Вот так оно. Как я понял, что духовное приближение. Все. 30 минут почти. Мне хватит. Я все, что хотел, вам рассказал. Более того. Показал. Разыграл пантомиму. Посмешил. Кого-то напугал. Сделал все-все-все. И лишь от тебя зависит, что из этого всего ты выберешь, дружок. Где все-то?